Розовая или оловянная свадьба! У меня сейчас ощущение, что у нас сегодня... Никакие баллы не завышать. Ну, знаете, шуэминь, томи... Но это все равно не тянет. Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик. И сегодня я заказала свадебный торт Вазон Фрэш. Заказать торт Вазоне. Звучит интригующе, не правда ли? Знаете, эта мысль закралась мне еще в начале года. Я увидела, что на сервисе их быстрой доставки, вот он называется Озон Фрэш, появилась собственная кондитерская. Очень презентабельные фотографии тортов. Прям невероятно, знаете, такое высокое искусство. Большой выбор начинок. Думаю, надо бы заказать. Так я с этой мыслью и спала, пока мне в один день не написали Озон. Они предложили, Катя, вы обозреваете торт, и не хотите ли получить наш тортик и обозреть его? Я сказала, что, конечно, с удовольствием, но вы готовы к тому, что я буду оценивать вас абсолютно нейтрально, объективно, как и всех остальных участников нашей рубрики. По всем критериям, никакие баллы не завышать. Они сказали, да, абсолютно нам скрывать нечего, у нас топовая кондитерская, посмотрите сами. Поэтому сегодня я заказала торт, вы не поверите, какой. Свадебный. Свадебный торт. Не знаю, какой свадьб... Как она с тобой, свадьба? Скоро будет 10 лет. Это какая свадьба? Она какая-то круглая. Подожди, нет. Розовая или оловянная свадьба? Ну ты прям свадебное платье надела к выпуску. Сейчас еще свадебный торт приедет. Вообще будет красота. Начала я искать, какие торты заказать. Залезла, естественно, там в Инстаграмчик. Плюс там примеры были при самой заявке оформления. Вот увидела свадебный торт, вот этот на розовом фоне, просто с ума сошла. Думаю, ну неужели мне прям такой же привезут? Его я решила заказать. Сразу переходим к первому пункту. Это сервис. Я всегда вам говорю, что заказывать у кондитера индивидуального и у какой-то крупной кондитерской, крупной фирмы, это всегда две разные вещи. Очень меня поразила скорость и оперативность. Я оставила заявку, просто написала свой номер телефона. Вот реально сидела, напротив Мити меня был на диване. У меня через 2 секунды зазвонил телефон. Здравствуйте, Екатерина. Вы хотите тортик? Тра-ля-ля. И я такая на своем ломаном русском начала им объяснять. Знаете, я хочу такой торт, он на розовом фоне, и он свадебный, такие фигурки, вот такие вот как будто бы из соломинок. Они говорят, хорошо, можно с вами в WhatsApp связаться? Я говорю, да, пишите. Через минуту поступает запрос с этой фоткой. Вот этот торт? Я такая, да, этот торт. Окей, выбирайте начинку. С начинкой вообще был суперинтересный у нас конкурс с вами, потому что я решила устроить опрос в Телеграме. Мне действительно было сложно определиться, что же я хочу выбрать. И я им написала, мол, извините, мне нужно подумать. И пошли мы делать опрос. К самой начинке мы с вами вернемся чуть позже. Я просто хотела сказать, что мы выбрали две. У нас вот разделились голоса, ровно 33% было, или 35% на две начинки. Я прям менеджеру напрямую написала, вы знаете, вот мы хотим тот или тот, подскажите, что понравится всем гостям. И она меня направила как раз на ту самую начинку. Я скажу честно, я все-таки склонялась к другой, но она говорит, что это такая более массовая, всем 100% понравится. Я говорю, ну окей, давайте эту. Все, мы оформляем заказ. Подскажите, пожалуйста, а вы от своего не заказывали? От Екатерины Бельчик? Нет, просто от Екатерины. В WhatsApp у меня нет никаких фотографий. Да я думаю, вряд ли бы меня менеджер знал. У меня был договор с Азоном, что я заказываю независимо. Не то, чтобы они там за меня как-то заказ оформляли. Я просто отправила заявку, как обычный клиент. И со мной связались. За сервис я поставлю 5 баллов, даже не думая, потому что здесь все было супер оперативно, достаточно даже мило, со смайликами, что меня удивило. Я думала, будут отвечать более сухо. Но очень клиент-ориентированно. Главное, это скорость. Вы знаете, что с кондитерами у нас часто так не получается, потому что они всегда заняты. Они готовят начинки, готовят бисквиты. Им тут не до ваших сообщений в WhatsApp. Здесь все было быстро. Плюс, очень удобно у них оплачивать. Все это происходит через сам сайт Озон. Фрэш как раз таки. Вот мне добавили этот торт. Про цену я скажу чуть позже. Я просто его оплатила. И все. И мы оформили доставку. Доставка. Тут вообще песня. Я чуть в обморок не упала, когда они мне написали стоимость доставки. Во-первых, они сказали, мол, по Москве-то у нас бесплатная. Я говорю, ну я как бы не в Москве, как бы в Лобнии, а даже под Лобнии. Сколько сюда будет стоить? И они мне пишут. 500 рублей. Я понимаю, что сейчас кто-то там в регионах сидит, скажет, вы что, обалдели 500 рублей за доставку? Но посмотрите все наши предыдущие выпуски. Доставка 1,5-2 тысячи рублей. И меня супер поразило, что доставка 500 рублей. Я надеюсь, что все доедет в целости сохранности. Позвонил мне сейчас курьер. Как вы видите, пока еще торт у нас в столе здесь не присутствует. Он пока едет. Он позвонил. Мы договорились о времени. Он еще вчера, кстати, накануне. Сегодня понедельник у нас. Вот в воскресенье он написал, Екатерина, здрасте, давайте время согласуем. Все, пропуск ему заказала. И он звонит, говорит, мне до вас час 20. Но вы знаете, я так волнуюсь за ваш торт, он такой большой. Я лучше поеду помедленнее и за час 40 доставлю. Вы не против? И за 500 рублей. Но он это не сказал, это я сейчас добавила. Я говорю, нет, я не против. Кстати, о доставке и о том, когда вы можете получить свой торт. Тут нужно все продумать заранее. Здесь нельзя написать, типа, здрасте, хочу завтра тортик. Так не будет. У них все четко написано. При заказе до 15.30 доставка через 4 дня, а при заказе после 15.30 доставка через 5 дней. Мы заказали ровно за 5 дней. У меня сейчас ощущение, что у нас сегодня реально свадьба, потому что не зря я надела, походу, это розовое платье свадебное. Вы сейчас это увидите, я не знаю, я... Я курьеру говорю, я так волновалась, что как вы довезете? Он говорит, да я-то как волновался, потому что это такая коробка. Все, сейчас, да. Хватит держать интригу. У меня же руки трясутся. Обалдеть! Коробка метр, реально! Что написано? Правила нарезки многоярусных тортов. У нас, правда, не многоярусные, ну ладно. Предупреждение, торт может содержать несъедобные элементы. Перед нарезком употребления необходимо снять декор. Список элементов. Деревянные опоры, межярусные подложки, флористическая проволока. Еще бывают атласные ленты, бечевка, деревянные шпажки. Но они у нас не помечены галочкой. Дата стоит производством сегодняшнее. Так, ну что, ставим за доставку? Сами все видели, 5 баллов. Курьер молодец. Довез, кстати, нам за час сорок, он, как и сказал. То есть он ехал медленнее, постоял на переезде. Я говорю, ну вы сюда нас быстро даже доехали. К нам и по три часа ездят. И еще везли в рефрижераторе. Такое тоже не всегда с нами случается. Я бы даже сказала, никогда с нами не случается. Круто, все в холодильнике. А, рефрижератор это холодильник, я вам переведу, а то мало ли. Как мне говорить? Сейчас коробку оценим, да, я вот так встану. Следующий критерий у нас коробка. Ну, когда я говорю про пятибалльные коробки, да, я имею вот такой формат. Когда ты просто получаешь торт, понимаешь, ну все вау. Тебя в целом уже коробка удивила. Она нереально огромная. Конечно, она, наверное, предназначила прямо для многоярусных тортов, но наш торт очень высокий за счет декора. Ты знаешь, но эффекта неожиданности нет. Да, ты считаешь? Не, ну действительно, ты сразу видишь, какой у тебя торт. Я всегда как раз говорю про то, что окошки в торте нужны. Здесь вся коробка, это окошко, это очень круто, то, что курьер мог отследить. Он, кстати, сфотографировал торт, прежде чем мне его отдавать, что, мол, все, в целости и сохранности доехало, ему, наверное, нужно было отчитаться. Ну и тут снова 5 баллов. Никак иначе. Все, вот он. Поставим на фон красиво. Была у нас одна коробка, которая так стояла на фоне. Свадьба, конечно, розовая, но я решила надеть белое платье, чтобы соответствовать этому торту. Как вы считаете, в таком свадебном платье вы бы вышли замуж? Знаешь, мне это напомнило, в Лев Торис. Да, немного, реально, больничный халат больше похоже. Ну, знаете, что имеем, то имеем. У нее что, лошадь тут платье, у нее вообще вон. А что это? Из чего это? Может, и бумага вафель? Ну, сейчас посмотрим. Давайте сейчас узнаем вес данного торта. Я заказывала 2,5 килограмма. Здесь очень тяжелые подложки. Честно, я не знаю, как отсоединить. Я немножко побаиваюсь сейчас это делать. Очень все хорошо, надежно закреплено. Опа. Соединяем. Подложка вот эта не супертяжелая. Там, наверное, пенопласт какой-то, я вот так вот чувствую. Пенопласт обвязали ленточкой. Давайте я вам расскажу про цену, знаю, что это один из самых интересных критериев всегда. За весь торт мы отдали 7 499 рублей. Здесь 2,5 килограмма. Итого, если округляем, получается 3 тысячи за килограмм. По нашим ценовым критериям, это, конечно, чуть дороже, чем средний торт. Мы обычно оцениваем, знаете, от 2 тысяч до 3 тысяч. В среднем по Москве это такая базовая цена. Здесь они почти вложились, но это все равно не тянет на 5 баллов, потому что у нас были торты и за 1800 килограмм. От подписчиц, по-моему, еще дешевле торт стоил. Поэтому здесь у нас 4 балла. Перед тем, как перейти к разрезу, давайте поговорим о начинках. Я же вам обещала вначале, что сейчас все расскажу. Мне прислали вот такие скриншоты, где перечислили все начинки. Очень, кстати, удобно было выбирать. Сразу все видишь, можешь понять. Ну, смотрите. Молочная девочка. Ну, банально, да, уже не стала я выбирать. Сникерс тоже мы пробовали. Тут еще есть шоколадный, морковный. Меня заинтересовал апельсиновый медовик и сметанный с клюквой, черносливом, курагой и грецким орехом. Я очень хотела вот этот торт, скажу сразу, потому что это прямо мое такое сочетание вкусов. Но я предоставила вам выбор. Еще третьим для интересненького опроса закинула ванильный с белым шоколадом, клубникой и малиной. Но он вам тоже, видимо, показался достаточно обычным, скучненьким. Поэтому мы с вами выбирали из апельсинового медовика и вот сметанного. И как раз таки мнения разделились. И я написала менеджеру, как вы помните. И она мне посоветовала все же взять апельсиновый медовик. Потому что, сами понимаете, да, сочетание чернослив, клюква, курага, грецкие орехи. Грецкие орехи вообще не все любят. Митя просто ненавидит грецкие орехи. Такой типа всегда фу, грецкий орех. Поэтому сошлись мы на апельсиновом медовичке. Жалко, конечно, не облепиховый, но апельсинового я еще ни разу в жизни не пробовала. Будет интересно. Так что предлагаю нам сейчас собраться и разрезать этот торт. Может он все-таки ярусный? Может там подложка такая внутри есть? Потому что написана же у нас инструкция. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь разрезать. Но давай оценим дизайн. А, дизайн, точно. Давайте сравним с оригиналом, да? С чем это? Ну, надо к чему-то придраться. Я же знаю, что вы ждете, что я к чему-то придерусь. Ну, цвет не белый получается. Цвет-то не белый, цвет-то сероватый. Но мне-то наоборот это как раз нравится. Такой, знаете, какой-то гранж, такой асфальт, будто бы, ну, в приятном смысле. Мне очень нравится текстура. Все в целом прям как на картинке. Они один в один вообще повторили. Я, знаете, когда увидела этот дизайн, подумала, это что-то интересное для свадебного торта. Не просто белый там с цветами. Вот эти фигуры, ну, вот на мой вкус, очень гармонично, минималистично, минималистично, минималистично! Спасибо! Пять баллов. Напишите свое мнение, как вам такой дизайн. Хотели бы вы такой себе на розовую свадьбу или на белую свадьбу, ну, какую угодно? Я бы, да. Я думаю, гости бы обалдели. Ну, это еще два с половиной килограмма, уже понимаешь. Так-то, если пять заказывать, он еще больше будет. Так-то можно и двухъярусный тогда заказывать. В принципе, можно два яруса, и чтобы декор был наверху, тогда вообще прям будет супер высокий, наверное, даже в коробку это не влезет. Мне нравится вот эта, знаете, символика, вот эта лестница, что вы, молодые, поднимаетесь по лестнице, вместе, светлое будущее, там вот внучки где-то уже пляшут, бабушки и дедушки все довольны. Ну, круто. Правда, стильно, мне нравится. Так, тут же элезобетонный ганаш, явно. Да, прям ганаш-ганаш. И тоненький слой велюра. Так он до конца идет или нет? По-моему, нет. Сейчас. Нет, у меня здесь уперлась все-таки, как я и предполагала, наверное, там подложка внутри. Вот, видишь, все, уперлась я. Ой! А почему я уперлась? Там же дальше продолжение. Сейчас посмотрим. Вот я нашла, смотрите, здесь подложка у нас идет. Я еще крайний слой не отсоединила здесь. Вот подложка. Но это ожидаемо. По-другому бы этот торт никак просто не стоял. Он бы развалился весь. И вот, как лакомка здесь ганаш. Ну, попробуй туда засунуть, там есть торт или нет. Конечно, вот же он. Вот, вот торт. Не, ну засунь нож туда, что ты. А, ну тут просто поправил, написано сначала верхний ярус съедается. Мы просто торт развалим сейчас. Ну развалим и развалим. Это наше шоу. Я вот тебе покажу. Вот, я тебе давай. Просто я не хочу портить так сразу торт. Я просто покажу, что внутри вот там весь ярус, это все тоже торт. Все, это не пустышка. Давайте коржи, что ли, посчитаем? Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, 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 девять. У меня претензии. Почему двенадцать коржей? По правилам одиннадцать должно быть. По правилам главного шоу. Ладно, шучу. Правда, много коржей. Давайте посмотрим. Я что-то апельсин не... А, вот он. Кстати, какой яркий апельсин. Его так как будто бы и не видно. Ну-ка. Какой-то прям необычный яркий вкус. Цитруса много. Плюс еще мед такой. Не самый обычный. Ну, типа, там, не то чтобы горячишный. Просто яркий мед и яркий цитрус. Крем как будто бы заварной. То есть он такого еще даже немножко желтоватого цвета. Может быть, заварной на масле. Не классический крем-чист, не сметанный. Какой тебе крем показался? Ну, заварной. Заварной, да. Медовик с заварным. Это вообще одно из таких классных сочетаний. Я люблю либо сметанный сливочный, либо уже заварной. Апельсин добавляет такую необычность привычному торту. Вообще надо медовики готовить с разными начинками. Потому что все-таки классик. Ну, классик это хорошо. Но все же, знаете, уже тоже иногда поднадоедает. Хочу отметить вкусный шоколадный ганаш. Это натуральный шоколад. Здесь нет ничего растительного. Прям вот мороженка-лакомка. Вот такой толстый вкусный слой. Причем не темный шоколад, а молочный. Мне, знаешь, как понравилось есть? Не просто изнутри брать, а именно с кремом шоколадным. Да, вот так вот вместе все берешь. И такой апельсиново-шоколадный медовик. Апельсиново-шоколад вообще же у нас классическое такое сочетание. Такой торт на свадьбе простоит фиг знает сколько часов. При том, что здесь все внутри натуральное. Они могли бы там обмазать все растишками и пофиг, пусть стоит, да. Внутри все очень хорошо, грамотно сделано. То есть я думаю, что праздник такой пройдет на ура. Не знаю, сколько он в жаре, конечно, простоит. Но вот так выглядит конструкция супер крепко. То, чего мы, собственно, ждем от свадебного торта. Я думаю, что если бы мы заказали поменьше тортик, да, например, вот, ну, обычный, да, уменьший этот ярус, они бы положили побольше крема. Я прям в этом 100% уверена. Но у них была задача, чтобы вот такой торт выставил. Я вам так скажу. Заказывали мы торт тоже высокий, и там не было подложки внутри, и было много крема. Все пошло трещинами. Все пошло трещинами. Здесь нужно соблюдать. От себя бы я что добавила, может быть, чуточку побольше хотелось крема. Но я уже объяснила, тут все очевидно. Я хочу целый торт на свадьбу. На свою розовую свадьбу. Я хочу без трещин торт. Он доехал идеальным. Вкус понравился. Да, как сказали, что всем гостям подведет. От себя хочу поставить 8 баллов из 10. Отличный, вкусный, натуральный торт. Чуть больше крема, чуть больше баллов. Было бы. А теперь я хочу сметаной все-таки попробовать. Мне интересно было бы. Вот я вам всем угодила, нашим гостям на свадьбе, медовиком. А теперь мне, пожалуйста, азолом сметаны вышли, типа, пробовать. Ну, пожалуйста, чуть-чуть. Что-то у меня прям даже голос затрясся, когда я сметану подумала. Ну, кстати, я думаю, что сметаны вряд ли такой двухъярусной можно сделать. Там прям очень много крема. То есть, медовик, он, конечно, более устойчив. Все, все, отставляю тортик в сторонку и начинаю подсчитывать баллы. Я думала, азолом получит самые максимальные баллы в нашем рейтинге, но нет. У них есть конкурент, с которым они пока будут делить первое место. Итого, азолом получает 32 балла в нашем рейтинге, а это значит 91% удовлетворенности клиента, то есть меня. Ну что, друзья, давайте подведем небольшие итоги. Я хочу сказать, что Озон Фрэш справились просто на ура. Могу спокойно рекомендовать вам этот сервис для заказа тортов. Ссылочку на Озон Фрэш оставлю в описании. Главный фактор это то, что они не подведут. Все будет четко, по срокам, ко времени. Если у вас какое-то важное торжественное мероприятие, конечно, свадьба, может, какой-то день рождения вы в ресторане отмечаете, это прям идеальный вариант, потому что все будет согласовано точно, по оплате, по курьерам, все вам в холодильнике довезут. Вот, смотрите вам пример. И, что важно, все натуральное. Мы это очень-очень ценим. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы смотреть больше сладких роликов. А мы увидимся с вами очень скоро. Вы даже не успеете соскучиться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok